Неплохие новости В предвкушении рождественского чуда находятся абсолютно все страны мира И Латвия тут не исключение В последние дни в нашей стране проходило немало рождественских рыночков На одном из таких мне удалось побывать В одном из самых популярных мест латвийской столицы Квартале на улице Таллинас прошел традиционный рождественский рынок В квартале собрались торговцы со всей страны Например, Яна и Мартинш приехали на рыночек из Лепая Там семейная пара несколько лет назад в домашних условиях Начала производить дизайнерские ракетки для игры в теннис Ир очень большой интерес, но люди бадят на январе И всем говорят, что это как-то января И не обязательно плодумали или океанах, чтобы это делать И так, что там есть плявы, озеро, маисы и все А вот и другая участница рынка Ее зовут Валентина У нее своя небольшая пекарня в районе Дарзини Это традиция у нас семейная Уже прабабушка даже, как бы сказать, занималась всем Сегодня Валентина на рынке предлагает классику рождественского стола Пряные печенья, ручной работы Включая сладости в форме тигра Между прочим, следующий год – год именно этого хищного животного Детки приходят, они хотят машинку Кто-то животное хочет Кто-то вот домик хочет, хату хочет И все такое, надо же, чтобы люди радовались Это последний рынок в этом году в Таллинском квартале Следующий здесь надеются провести уже в 2022-м, ближе к Пасхе К Рождеству готовятся не только люди, но и животные Так, например, в столице Перу, Лиме, прошел забавный конкурс костюмов для собак Собаки были переодеты в эльфов, Санта-Клаусов и даже в елочек Рождественский парад в столице Перу собрал самых ярких четвероногих гостей А также их творчески настроенных хозяев Ведь именно владельцы домашних животных самостоятельно шили костюмы для своих мохнатых и не очень мохнатых модников Помимо красочного парада, это еще и конкурс костюмов Члены жюри оценивали его оригинальность, а также материалы, которые были использованы в его создании Присуждались также и бонус-очки Их получали питомцы, чьи владельцы не поленились и сами нарядились к праздничному параду Триумфатором конкурса в итоге стала дворняжка в костюме рождественской елки по кличке Принцесса Ну и в продолжении темы животных Выставку, которую каждый год любители животных из Латвии ждут с нетерпением Это, конечно же, Пэт-экспо В этом году она все же состоялась, правда, с некоторыми ограничениями Но, так или иначе, там не удалось побывать Лучшие представители четвероногих аристократов собрались в выставочном холле Кипсала Выставка Пэт-экспо 2021 собрала собак и кошек из семи стран мира Шире всего в этом году были представлены животные из Латвии и Финляндии Вы знаете, люди выбирают все породы Сейчас немножко утих эта волна Но в начале пандемии, особенно когда был первый локдаун Спрос был больше, чем предложение Но так как мы селекционеры, мы не размноженцы Для наших заводчиков очень важно Кому попадают животные Большинство не продают просто потому, что Люди вдруг захотели, сидят дома, делать нечего и так далее На выставке более чем 200 пород собак из 400 официально зарегистрированных Среди них, как очень популярные породы, так и очень редкие для нашей страны Например, единственная в Латвии марэ-мабрудская овчарка Они очень такие спокойные, но они охраняют свою территорию Ну не знаю, по-моему, ни одна собака так не охраняет Но темперамента сегодня не было, значит, он сегодня не в настроении А вот и совершенно новая порода – миниатюрная американская овчарка Австралийскими овчарками занимаюсь уже давно И когда эта порода появилась, ну у меня сразу был интерес Потому что это практически та же самая собака, просто меньше ростом И если смотреть на родословную, несколько поколений назад в родословной австралийской овчарке Помимо собак в Пет-Экспо 2021 приняли участие более 300 кошек Лучшие из них разыграли престижные титулы – Мастерс и Дабл Мастерс И из Латвии перемещаемся в Россию, ведь там совсем недавно стартовала новогодняя акция В ходе которой Дед Морозы спускаются с крыши зданий и дарят ощущение настоящего волшебства больным деткам Это Москва и российская детская клиническая больница Студенты корпуса спасателей МЧС, переодетые в Дедов Морозов, спускаются к маленьким пациентам больницы В такой акции сказочные персонажи поздравляют детей с Новым годом, а также желают им скорейшего выздоровления Это непередаваемое ощущение, потому что когда ты видишь, у кого ручка забинтована, у кого капельницы стоят И мамы эти с радостными глазами, потому что они видят, что дети улыбаются Всего в этот день на высоту поднялись 50 Дед Морозов и Снегурочек Поздравления с Новым годом от переодетых в сказочных персонажей спасателей получили более 600 детей Новогодняя акция проходит по всей России и продлится она до 30 декабря Я не знаю, конечно, как у вас, но у меня лично звуки органов всегда ассоциируются с приближением Рождества Так вот, совсем недавно в Латвии гостила легендарная органистка Евгения Лисицына И мне удалось с ней немного пообщаться Это благотворительный концерт в церкви Святой Гертруды За органом легенда музыки Евгения Лисицына Этот инструмент чудо-инструмент Я думаю, что в Прибалтике он единственный такой Я, будучи домской органисткой, должна сказать, что этот инструмент и домский По своему наполнению равны друг другу Там просто романтические другого свойства А здесь экспрессивный инструмент Здесь, в старой церкви Святой Гертруды, Евгения Лисицына выступала как минимум раз 50 За все это время деньги, вырученные из билетов, пошли на реставрацию и ремонт инструмента В этом году в рождественской программе произведения Иоганна Себастьяна Баха и Макса Регера Чудесный волшебный инструмент сам по себе Это еще музыка Баха, которая лучше такой музыки Никто ничего не создал, ни до него, ни после него Макс Регер, это, я считаю, для органистов на втором месте То, что он писал, это примерно такого же уровня, как Иоганн Себастьяна Примечательно, что даже в статусе живой легенды органной музыки Евгения Лисицына, который в следующем году исполнился уже 80 лет, как минимум 4 часа перед концертом проводят репетируя Все потому, что орган очень сложный инструмент, говорит выдающаяся органистка Это не рояль, это не скрипка, который пришел, сел и заиграл Если вот прийти и не включить регистры, которых здесь много, как видите, то он будет просто никакой, никаких звуков не будет Последние два года Евгения Лисицына проживает в России, где регулярно дает концерты В Риге выдающаяся органистка нечасто, поэтому встретить ее за игрой в столице Латвии большой успех Ну а теперь прямиком-прямиком в далекую Японию Ведь там есть такая традиция Каждый год в океанаре Метоба выставляют на показ елку Казалось бы, что тут такого, но дело в том, что огни елки впитаются энергией, которую вырабатывают электрические угри В океанариуме Тоба такая необычная елка появляется каждый год перед Рождеством Светодиодные лампочки, а также звезду на дереве питает электроэнергия, которая производит 5 электрических угрей Таким способом посетителям океанариума демонстрируют всю мощность заряда этой рыбы В дикой природе, в бассейне Амазонки, угрь таким образом поражает свою добычу Рождественское деревце простоит в океанариуме Японии до 25 декабря Не так давно абсолютно каждый говорил о сериале «Игра в кальмара», но теперь все твердят только о продолжении франшизы «Матрица» И вот состоялась мировая премьера этого культового фильма Состоялась она в легендарном Театре Кастро в Калифорнии На зеленую ковровую дорожку исторического театра в Калифорнии вышли исполнители главных ролей фильма «Матрица» Включая Кэрри Энн Мосс и Киану Ривса «Матрица. Воскрешение» — это продолжение культовой франшизы режиссера Ланы Вачевски Событие научно-фантастического боевика разворачивается спустя 20 лет после того, что люди видели в последней ленте «Матрица. Революция» Добавлю, что предварительные оценки зрителей пока не очень однозначные, но в одном поклонники франшизы сходятся Новый фильм сильно отличается от трилогии, говорят фанаты «Матрицы» В Бразилии не только много диких обезьян, но и под Рождество там появляется Санта Клаус И несмотря на жаркую погоду, этот сказочный персонаж спустился с самой известной горы Рио-де-Жанейро Это Пан де Асукар или же Сахарная гора Популярнее ее в Рио-де-Жанейро попросту нет Именно с этой вершины по канатной дороге на санях спустился Санта Клаус Его прибытие в первую очередь ждали семьи с детьми После предрождественской встречи Санта устроил фотосессию с детьми А сама историческая канатная дорога, построенная аж в далеком 1912 году, была специально украшена в честь этого праздника А еще в эти дни небольшой праздник у всей редакции Рус-ЛСМЛВ Благодаря вам у нас уже 200 тысяч подписчиков Все начиналось несколько лет назад на платформе Facebook Сначала тысячи, потом две, а теперь и целых 200 тысяч подписчиков Это большой успех для всей команды Рус-ЛСМЛВ, которая каждый день информирует вас о том, что происходит как в Латвии, так и в других странах мира Хочется верить, что на этом мы не останавливаемся Впереди еще покорение Ютуба, Инстаграма и ТикТока Если вы еще не подписались на нас, сделайте, нам будет очень приятно И сегодня это все, счастливого вам Рождества, но перед Новым Годом мы еще встретимся ровно через неделю Пока Неплохие новости